История казахстанской казахской степи заинтересовала известного венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандаке. За свою жизнь он внес огромный вклад в развитие тюркских языков и особенно казахского. О нем и его трудах говорили на международной научной конференции в Алматы. Как европейц стал ведущим тюркологом мира и зачем он искал свои корни в Казахстане? Об этом в нашем сюжете. Я никогда не забуду завет отца. В детстве он просил меня, чтобы я нашел в казахских степях свои корни. Там остались наши братья-кипчаки, говорил отец. Ты должен стать связующим звеном между нами. Только тогда мы все будем счастливы. Слова отца так глубоко запали в душу, что маленькому Иштвану часто стала снится великая степь. Он хотел быстрее вырасти и поехать в далекий Казахстан, туда, где жили когда-то его предки-кипчаки. В 1963 году Иштван Мандеке поступает на филологический факультет Будапештского госуниверситета, где изучает тюркологию и древнемадярскую историю. Параллельно ездит по миру, собирает этнографические материалы, изучает почти все тюркские языки. А вот в Алматы он впервые попал в 76-м. Здесь он и нашел свою единственную любовь – онайшу. История его любви и айши – это тоже очень романтичная история. Он искал девушку-казашку, ну такую, не только казахоговорящую, но и по сути своей, да, вот… По менталитету. Да, по менталитету, по мировоззрению. И вот, и когда айшах удивительные вещи рассказывает, что он даже по ее говору определил, откуда она, значит, да, вот, что она западного Казахстана, по внешнему виду, значит, и так далее. В Казахстане Иштван Мандеке не только создал семью, но и приобрел много друзей-единомышленников. Он приложил немало усилий для развития казахского языка. И именно он стал основоположником международного общества «Казахтеля». Я впервые встретилась с Конуром Мандеке в 1990 году. Была конференция международный ПИАК, и вот туда приехали представители разных-разных народов, в том числе тюркских. Он, значит, все, как бы пригласил всех тюрков, которые приехали к себе домой. Так мы, тюрки, в общем-то, оказались за Дастарханом у Мандеке. То есть его вклад в том, что вот он сумел как-то вот этих тюрков, работающих каждый в своей республике, каждой в своей области, как-то объединить. Этот человек действительно сделал очень важный для своей жизни, для своего народа и народов стран. Вот такой личностью является Иштван Конгур Мандеке. Я с ним общался около шести лет. Очень много обсуждали проблемы тюркских народов. Это лингвистика, этнология, историю, культуру, цивилизацию тюркских народов. Мы осознаем, что Иштван Конгур Мандеке в степях евразийского континента, так называемый Улудала, он поднимал те вопросы, которые сейчас поднимаются в тюркских странах, особенно в Казахстане. Иштван Мандеке был гениальным лингвистом. Он свободно говорил и писал на 30 языках мира. Он дополнил новыми знаниями историю тюркских народов, Центральной и Малой Азии, Крыма, Алтая, Памира. Он прожил яркую жизнь и ушел из нее, когда ему было всего 48. Но Иштван Мандеке успел выполнить главный наказ отца, нашел свои корни. Доказал всему миру, что история казахского народа уходит вглубь тысячелетий. Он оставил нам огромное наследие научной труды по тюркологии.